Всем привет! Сегодня мы решили сделать такое видео, обзорное видео на фильмы христианские, именно католические фильмы. Такую сделать хотели подборку для того, чтобы вы могли хорошо провести время дома, вместе, семьёй, с пользой и духовно. Ещё хотел бы сказать одну вещь, что я благодарю всех тех, кто постоянно смотрит наши ролики, постоянно лайкает, постоянно поддерживает нас. Мы постоянно стараемся улучшить качество наших видео, и мы движемся вперёд, и у нас назрели некоторые вопросы. Как вы считаете, с чем ассоциируется наш канал? Наш канал называется «Приход святого Иосифа» в Майкудуке. Приход Майкудук. Действительно, это то название, которое хотелось бы слушать, или, может быть, возможно было бы назвать наш канал как-нибудь по-другому. Если у вас есть какие-то версии, какие-то варианты, могли бы написать, пожалуйста, нам в комментарии. Мы были бы вам очень благодарны. Любое название, которое только придёт в голову, вы можете дать его. Или если вы считаете, что действительно канал так и должен называться, и если мы поменяем название, что всё порушится, и как-то испортится, может быть, какое-то впечатление, тоже напишите. Итак, поехали. Мы составили топ 10 фильмов, как Вова сказал, католических, и начнём от самых лёгких, и перейдём к более глубоким, к более сильным фильмам. Первый фильм, который мы хотели бы вам предложить посмотреть, называется «Самое первое Рождество». Это французская комедия, очень весёлая, нам очень понравилась. О том, как священник и один человек попали в прошлое и увидели, как происходило Рождество на самом деле. Семейный, весёлый, захватывающий фильм, чтобы посмеяться, порадоваться, но и, конечно, не бессмысла фильм. И смотрится очень легко, не хотелось отрываться от него, хотелось смотреть до конца, потому что хорошая игра актёров. Мне очень понравился этот фильм. Мы даже посмотрели сами, а потом смотрели с нашими друзьями ещё раз. И нам было не скучно, я бы ещё раз даже посмотрела. Да, мы смотрели несколько раз, и мы ещё, скорее всего, будем смотреть, когда Сашенька наш вырастет. Итак, смотрим маленький отрывок из этого фильма. Мой царь, я лишь вижу двух чужестрадцев. Они пришли издалека. Насколько издалека? Приготовления к живому вертепу идут без остановки. Святой Иосиф, держи вора! Остановись! Нулевой год. А где мы? Выудеи. Выудеи? Нифига себе, это вертеп построил! Вы пришли издалека? Очень издалека! Вы два прекрасных человека, это бросается в глаза. Вот в этот. Смирись. Мы застряли в нулевом году, во временах Иисуса. Кстати, про чужестранцев, Ирот разыскивает двоих. Так значит, вы знаете Иосифа и Марию? Она беременна. Вот только ребёнок не от него. Точно. В каком смысле? Иисус! Вы что, религию не изучали? Значит, нам Вифлеем. Нужно что-то делать. Нам надо спасти Иисуса. Смотрите! Мы, революционеры, не оставляем следов, разве что в истории. Расскажешь, как всё было? Как сейчас помню, я, он и Гарибальди. Сальво, тут есть всё. Не хватает лишь буйвола. И где я его найду? Надеюсь, он будет спокойным ребёнком. Да, ребёнком он будет спокойным. Но после 30 лет начнутся сложности. Умножение хлебов, вхождение по воде. С Реждеством! Это был единственный фильм-комедия, кстати, из нашего списка. Все остальные фильмы, они или на реальных событиях, практически все, мы будем говорить. Практически все, да. И глубокий, действительно, с глубоким смыслом. Следующий фильм, это история о папе Иоанне Павле II. Фильм, основан на реальных событиях, состоит из двух частей. Он называется «Папа Кароль, ставший папой». И второй фильм называется «Папа, оставшийся человеком». Человеком. Да. Очень интересный фильм, который действительно соответствует жизни папы. Очень хорошо снят, хорошие актёры. И этот фильм вдохновляет жить верой в каждом дне. И ещё очень интересно, что папа ведь совсем недавно жил. Его жизнь перекликается с нашей. И это так интересно смотреть про то, что человек в наше время стал святым. И это очень вдохновляет. И именно эта история Иоанна Павла II, она помогает людям, именно других конфессий, посмотреть немного по-другому на папу, на папский престол. Что папа – это слуга народа, да, что он на самом деле очень сильно должен жертвовать, да. И он показал это, что он очень много жертвовал себя на людей, чтобы много провести с ними время, как-то служить им. Да, красиво снят. Действительно, очень хороший фильм, советуем посмотреть. Да, то есть это герой веры, я бы сказал, да. Да. Посмотрим короткий отрывок из этого фильма. Государство не может отнять права, данные людям от рождения. Государство не может заменить чувство справедливости дубинкой. Государство, запятнавшее себя пороками, обречено на гибель. Попытки государства ограничить свободу подрывают мораль и общественные устои. Семьям мужчин, женщин, юношей, девушек, погибших за свободу. Тем, кто пострадал от беззакония во имя свободы. Я говорю, ваши страдания не напрасны. Церковь с вами, на вашей стороне. Горе власти, которая готова развязать войну внутри страны и за ее рубежом. Горе власти, которая обрекает людей на голод, убивает и пытает. Следующий фильм, о котором мы хотим рассказать, называется «Явление». Он повествует о истории трех пастушков Фатими. Этот фильм на реальных событиях. И даже было задокументировано, официально, что то, что произошло там, было действительно необъяснимым явлением. Действительно факт чуда, что солнце остановилось и плясало, танцевало. Фильм очень интересный. Про явление Девы Марии трех пастушкам. Тоже рассказывает, раскрывает молитву Розария, раскрывает отношения. Очень интересный фильм, как дети жертвовали собой. Это действительно было тоже на реальных событиях. Еще этот фильм раскрывает эти явления с другой стороны, что это явление действительно было настоящим. И ты его уже видишь такой с другой стороны. И тебе намного легче это принять. И стоит отметить, что фильм очень хорошего качества, потому что он 2020 года. Да, совсем новый фильм, можно сказать. Да, очень хорошо с ним, да. Итак, отрывок из этого фильма. Узрели чудо. Дева Мария! Кто ты? Я пришла с небес. С кем ты говоришь? Они вняли призыву остановить войну. Что мы должны делать? Я тоже ее вижу. И мир навсегда стал другим. Врать страшный грех. Я не вру, мама. Она стояла передо мной, как ты сейчас. С какой стати Богородица является тебе? Чем ты такая особенная? Это мог быть дьявол. Он скрывает свою личину. Я пришла к ясновидице. Видишь, что ты натворила? Всех обманула. Не надо туда. Я пообещала ей, что вернусь. В этом году Неужели трое детей настолько опасны? Опасность в том, что они олицетворяют. Там толпа. Остановите их. Пустите нас к нашим детям. А мы ее должны... Эй, не надо. Нет, не надо. Видение которого не ждали. Когда это закончится? Тайна, которую не утаили. Просто скажи сейчас, что ты все это выдумала. Жаль, вы ее не видите. Чудо, о котором нельзя молчать. Вера начинается, когда кончается понимание. Следующий фильм, о котором мы хотим рассказать, это фильм про Франциска Сискова. Фильм старенький, но это не значит, что он плохой или неинтересный. Наоборот, это придает ему какого-то особенного шарма. Фильм повествует о жизни святого Франциска, историю его обращения, историю его жизни, потом, как он принял монашество, как он открывал монастырь, как он разговаривал с животными, как он боролся со своими грехами. Даже есть такой момент. Очень мне понравился. Очень сильный фильм. Оставляет впечатление. И интересный факт, что там снимается Хелена Боном-Картер, еще совсем молодая, совсем молодая девочка. Очень интересно. Советы посмотреть. Еще бы добавил, наверное, к этому фильму, что Франциск Осийский это очень легендарный, можно сказать, монах. Есть даже орден Франциска Осийского. Посмотрим кусочек из этого фильма. Хотим получить устав, программу. Я убежден в том, что выражаю всеобщее мнение тех, кто сейчас протестует. Да-да, программу. Устав существует. Это Евангелие. Братья, вся программа в Евангелии. Следующий интересный фильм, который рассказывает о святом, которого звали Филиппо Нери. Это был священник, который служил детям в Италии, бедным детям. Там есть интересный момент про то, как Бог сделал чудо. Надеюсь, это не спойлер совсем. Он готовил еду для бедных детей. И они все были очень голодные. Он готовил супчик. Он принес такую маленькую кастрюльку. И он накладывал и всем разложил, потому что он сам был бедный. Было совсем немного у него супчика. Дети стали просить еще. И он говорит, господи, что же мне делать? И он открывает кастрюлю, и там еще суп. И он раздал этот супчик детям. Я не смотрел этот фильм, я тоже бы посмотрел. Да, очень хороший фильм. Очень душевный, очень веселый. Итальянский фильм. Там итальянские песни. Но очень хороший. Тоже на реальных событиях, кстати. Тоже немного посмотрим его. Извините, падра. Вы можете меня исповедовать? Да. Во имя отца, сына и святого духа. Рассказывай. Падра, я вор. И ты тоже? Это эпидемия какая-то? Я отсчитываю своих работников. Это грех. Больше не буду. Обещаю. Я завяжу себе руки. Нет, руки тебе понадобятся, чтобы вернуть крадину. Отпускаю тебе грехи. Во имя отца, сына и святого духа. Ступай с Богом. Следующий фильм тоже о святом. О святом Августине. Это тот, который сказал, люби и делай, что хочешь. Да, кстати. Фильм тоже состоит из двух частей и рассказывает о жизни этого святого. Первая часть о том, как он боролся с Богом. Он не хотел принимать Бога. Он был гулящий, пьющий, разрадный мужчина, который вел вообще своевольный образ жизни. Кстати, он вступил в какую-то секту потом. Не знаю точное название. Интересно, что о нем очень сильно молилась его мама Моника. Она его вымолила, можно сказать. Мне кажется, она около 20 лет молилась за своего сына. Ну, там в фильме это все есть. Показывается, рассказывается. И она не только его вымолила, что он стал святым потом. Она и сама стала святой, потому что она так сильно любила Бога и так сильно молилась за своего сына, что впоследствии сама стала святой. Этот святой, Августин, он стал подобно апостолу Павлу. Он изучал ораторское искусство и он очень сильно владел этим. Еще интересно, что он стал ведь учителем церкви. Есть много его книг. Очень интересно, что он внес огромный вклад. Что было бы, если бы у этого мама за него не молилась? Это вдохновение вся мама молилась. Он отвечает на очень многие сложные вопросы веры. То есть это у него прям даже книги есть такие. Да, 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 очень хорошие. Посмотрим кусочек. Любовь выживает во вражде. Бывает скромной в процветании. Становится сильной в страданиях. В добрых делах она царит. Соблазнам она не подвластна. В гостеприимстве она щедра. Среди истинных братьев она радостна. Среди братьев ложных терпелива. Она душа священных книг. Добродетель пророчеств. Спасение в таинствах. Сила знания. Ну, конечно же, мы не могли обойти фильм про Падре Пио, который состоит тоже из двух частей. Падре Пио очень хороший, интересный святой, который тоже жил совсем недавно. Прям он очень близок к нам, к нашему времени. Интересно, мне нравится, как снят этот фильм. Фильм основан как бы на преследовании Падре Пио. Там был один священник, который ему не доверял. И вот этот фильм как бы тоже с его стороны показывает, что он не верил, что он пытался доказать обратно. Вот этот священник плохой, так его назовем. А Бог продолжал делать свою работу через Падре Пио. Он дал ему чудо. У него были стигматы, как у Иисуса Христа. У него были раны на руках, действительно, которые гнили, которые ужасно сильно болели. То есть он физически ощущал боль, которую ощущал Христос, когда был на кресте. Да, он ходил в таких перчатках, скрывал эти раны. Он не хотел их показывать, он не хотел их скрывать, как бы на самом деле. Потому что он как бы этого стеснялся, что с ним произошло. Он хотел быть смирением. Он хотел быть смирением. Но это тоже один из легендарных святых, к которому очень много людей приходили и меняли жизнь. Да, исцелялись, да, меняли жизнь, да, это точно. Он очень сильно обличал, как бы, да, как-то он исповедовал очень хорошо, да, я так и помню, этот фильм я отрываю. Да, там были очень интересные, хорошие моменты. В фильме про Падре Пио снимается тоже хороший артист, актер, который очень хорошо передаёт жизнь этого святого, его личность и даже внешне они очень похожи. Короче, классный фильм, советую, просмотру. Да, Падре Пио классный. Но ещё хочу что сказать, что сказать, ещё что хочу сказать, что фильм тяжёлый. Что если очень впечатлительные люди, то нужно осторожно смотреть. Или беременные, там, женщины, или маленькие дети, с ними, конечно, лучше не смотреть, потому что... Ну, как мы предупреждали, чем дальше, тем сложнее и глубже смысл понимания нужен. Чем ты хочешь заниматься в жизни? Когда я вырасту, я укройду ружьё. Почему не пушку? Хочу ружьё, я буду стрелять в немцев. Поубиваю всех австрийцев, немцев. Затем учил таким глупостям, никто. Ёдёт война, я тоже хочу воевать. Ты пришёл на катехизацию, чтобы нести всякий вздор. Мы тоже хотим воевать. И вы тоже. Перекреститесь. Во имя Са и Сына, перекреститесь. Отче предвечный принесем тебе в жертву кровь страданий, Иисус. А разве ты не хочешь себе ружьё? Идите по домам. Ну что, самый главный фильм, про который мы хотим рассказать, 10-й, это, конечно, Страсти Христовые. Страсти Христовые, который снял Мэйл Гибсон в 2004 году. Этот фильм завоевал, наверное, сердца многих людей, что он смог быть таким по-настоящему насыщенным, ярким. И каждый раз, когда ты смотришь, сердце ёкает. Я не знаю, ты каждый раз чувствуешь вот эту вот скорбь за Иисуса, какую он переживал в тот момент. И этот актёр, который играет главную роль, он католик, он тоже проповедует. И я даже находил его проповеди в интернете. Так интересно, что как будто бы Иисус продолжает ходить по этой земле и проповедовать через кафедру. Что он так говорит. Воспринимаешь его уже теперь, как именно того Иисуса. Что он такой стал иконой. Самое главное, что он не постромил эту роль. Что он принял её достойно и продолжил унести Христа. Потому что он понял, какая огромная ответственность на него была возложена. И ещё интересно, как снимался этот фильм. Потому что Мэл Гибсон, он тоже верующий человек. Есть видеоразбор этого фильма. Да. И коротко о нём может рассказать Мэл Гибсон. Да, что там... Они очень старались держать такую хорошую атмосферу на съёмке. Потому что обычно там кто-то футбол смотрит, кто-то там ходит гулять куда-то. Может быть, какие-то бары там ходят. Кто-то там пиво попивает. Но они очень старались держать духовную часть. Во время даже съёмок. Они ходили на мессу, они принимали таинство. Они исповедовались. Потому что они хотели передать действительно суть Христа. Конечно, обязательно советуем посмотреть этот фильм. Мне кажется, хотя бы раз в жизни каждый человек должен посмотреть. Я знаю, что даже многие атеисты, неверующие люди смотрят. Да. И, во-первых, из актёрской игры ещё интересный факт. Знаешь, какой? Что этот фильм на самом деле, он звучит на арамейском языке. И, например, в Голливуде, когда был его показ, то этот фильм не озвучивали на английский язык. Он был на арамейском языке с титрами на английском языке. Но у нас, конечно, есть перевод на русском языке. Хороший, кстати, перевод. Можно посмотреть. Естественно, сразу предупреждаем, фильм не для слабонервных. Очень много тяжёлых сцен. Весь фильм – это страсти Христовы. Даже есть момент, где появляется дьявол, где появляются бесы. Там такое, то есть, это жуткие сцены тоже есть такие. Да, распятие Христа тоже. Это всё действительно, ну, очень страшно на самом деле. Когда снимали сцену с бичеванием Иисуса Христа. И когда... Актёру несколько раз по-настоящему доставалось. Да, у него была доска, которая была там прикреплена к его телу. И актёр, который его бил вот этими розгами. Промахивался. Да, он промахивался случайно. И получается, что этому актёру доставалось несколько раз по живому телу. Это ужасная, страшная боль. И он потом делился, что он действительно прочувствовал эту боль, которую пришлось перенести Иисусу. И что эти кадры, где его действительно бьют, попали в фильм. В саму эту версию. Вот и последнее, что я хотела сказать к этому фильму, что он, этот актёр, который играл Иисуса, он висел на кресте несколько часов. Даже очень много часов. И он тоже говорил, что он переживал страшные боли, когда это происходило. Ну, то есть, ему давило на лёгкие, он тоже задыхался. Да, да. Что фильм действительно основан на реальных событиях. Все фильмы у нас скажут, что кроме Рождества... Ну, слишком много не будем сейчас раскрывать весь этот фильм. Это точно стоит посмотреть. Да. Там на Виа Долорос Показал свою любовь Столько боли и мучей Пролила святая кровь По дороге нёс свой крест С каждым шеем Свою жертву приближая Твоё сердце громко билось За каждого из нас Каждый фильм в этой подборке не был каким-то первым местом или последним местом на самом деле. Это просто очень хороший фильм, который точно стоит посмотреть. Если вы не видели какой-нибудь из этих фильмов, обязательно посмотрите И напишите в комментариях, какой фильм вам больше всего нравится из этого топа. Ты скажи, какой тебе фильм нравится больше всех? Ну, я бы всё-таки первым местом всё-таки взял «К страсти Христовы». Это очень сильный фильм, который просто менял мою жизнь и каждый раз меняет и побуждает меня молиться. Я тоже, я как-то даже не могу один выделить фильм. Каждый фильм по-своему хорош. После каждого ты что-то понимаешь, ты что-то осознаёшь, даже что-то меняется в твоей жизни. Что-то тут остаётся, что-то тут остаётся, да. В общем, очень интересно, советую. Приятного просмотра. Желаю вам хорошего вечера с фильмами. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если вы ещё не подписаны. Поставьте лайк этому видео. Это помогает просмотрам, помогает продвигать это видео, продвигать нашу работу, помогает нам. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok